Всем огромный привет и рада видеть вас на своем канале. Кто в первый раз зашел ко мне на страничку, мой никнейм на YouTube Ванила Мария пишется с тремя буквами L и без пробела. А сегодня мое видео будет посвящено покупкам. Я уже говорила в первой части о покупках для волос. Если вы не смотрели первую часть о покупках для волос, то срочно это сделайте, ссылка будет вот здесь. А если вы все-таки смотрели видео о покупках для волос или вы случайно забрели на мой канал и открыли это видео, то сегодня будет видео о всех остальных покупках за последнее время для лица, для тела, фарфюма, декоративной косметики. Поэтому будет интересно. Оставайтесь со мной и желаю всем приятного просмотра. И начать бы мне хотелось с самых бюджетных продуктов, которые я купила за последнее время, которые есть у меня в этом видео, в этом огромном пакете, который я подготовила для вас. И вообще с мега бюджетных и мега крутых продуктов. Это маски от бабушки Агафья. Я обновила свои маски, я жутко ругалась в последних пустых баночках на их упаковку, но отказать себе в удовольствии купить маски, которые работают за 35 рублей 68 копеек в Ашане, я просто не смогла. Вот эта маска я вам ее уже показывала, мне она безумно нравится. Это маска на васильковой воде с голубой глиной. Это просто мой мастхэв. Это потрясающая глиняная маска с очень кремовой текстурой, которая хорошо очищает кожу, при этом ее не сушит. Супер маска. Просто вот за 35 рублей 68 копеек она работает просто вообще на миллион процентов. Она выполняет, она окупает свою стоимость. Шикарная маска, мне безумно нравится, всем очень-очень ее советую. Вторая маска. Омолаживающая маска на лоси на молоке. К сожалению, пока не пробовала, но если вы пробовали вот эту маску от бабушки, марка на самом деле называется Банька Агафьи, именно эта серия называется в таких вот майонезных упаковочках. В общем, если вы пробовали из этой серии Банька Агафьи омолаживающую маску на лоси на молоке, обязательно напишите мне в комментариях, какие у вас впечатления. Я думаю, что попробую сегодня уже вечером ее. Также у меня остатут из бюджетных продуктов дезодорант от DAF, свежий гранат и лимонный вербин. 48 часов обещают они, что будет защищать данный дезодорант от дипреспирант. 0% спирта, он действительно не щиплет, ничего не делает, не раздражает, скажем так, кожу нежную. Но мне не нравится этот дезодорант, у него, в принципе, он нормально, он вкусно пахнет, он хорошо защищает от запаха пота, но он оставляет дикие следы белые на черной одежде. Представляете, что у меня очень много черной одежды, меня это прям бесит. Их нереально чем-то убрать, очень тяжело потом вот убрать щеткой, когда ты там собираешься на работу, тебе нужна... У тебя каждая минута на счету, и тут вот этот вот дезодорант устраивает такую подлянку, поэтому не советую. Вот, честно, если у вас много черной одежды, и если вы так же, как я, не любите эти белые следы, они прям вас бесят, то не берите вот данный дезодорант, потому что, в принципе, у него не было пометки, что он не оставляет никаких следов, но все-таки мне не хотелось это увидеть, я так не привыкла к этому, в том плане, что обычно дезодоранты, нету с ними такой проблемы, но здесь вот она как раз-таки есть. Следующий продукт от питерской марки, формула преображения, нежная пенка для умывания лица, 4 в 1, зеленым чаем для любого типа кожи. Здесь 75 мл, небольшая паковка, в принципе, очень удобно ее использовать, можно взять кто-то с собой. Приятно пахнет, очень приятная вот по консистенции, очень легко размыливается, превращается в пену. Но у меня к ней есть претензия, она мне подсушивает кожу, то есть она для любого типа кожи подразумевается, что можно и человеку с сухой безвожной кожей ей спокойно умываться, но нет. Я ей смогла комфортно умываться только тогда, когда я стала использовать для снятия макияжа жирное молочко. Все-таки во всех других случаях, когда перед этим использована мицеллярная вода или что-то в этом роде, она, к сожалению, подсушивает кожу, мне это не очень нравится. Так, в целом, очень приятная, поэтому девчонкам с жирной, с комбинированной кожей очень советую, потому что кожу она хорошо очищает. Следующие два продукта это белорусская косметика марка Markel, серия Bio Helix. Это серия с муцином улитки. Все-таки тема с улиточной слизью докатилась до меня, хотя бы вот в виде таких представителей белорусской косметики. Здесь у меня дневной крем комфорт для сухой нормальной кожи, и также у меня здесь спрей-вуаль для лица, который я использую как тоник. По поводу спрея-вуали для лица. Все-таки мне вот как-то, мне нравится упаковка, мне нравится, что он такой небольшой, его можно с собой тащить куда-нибудь спокойно, но мне не совсем нравится именно вот действие, я от него ничего не чувствую. То есть обычно такая липковатая водичка, но вот именно как вот этапа ухода, который подготавливает мою кожу к крему и так далее, вот этого я не почувствовала. К сожалению, мне он не совсем понравился. Зато мне очень понравился крем, но тут тоже оговорка. Мне он понравился. Я понимаю, что вот на плюс, там на плюс 5, плюс 10 температуру моей кожи было бы вообще идеально. На мороз нет, мне не хватает с ним увлажнения и питания кожи, но на весну будет идеально. Также мне нравится, конечно, упаковка, очень классно здесь помпа. Это помпа. Удобная помпа, она выдает ровно столько продукта, сколько надо. Что касается именно самого крема, он потрясающая текстура, он очень легкий, легко разносится по коже, он именно кремовый, хорошо впитывается, все в нем хорошо. Идеально мне бы подошел, наверное, вот как раз-таки на весну. Зимой маловато мне бы было, я думаю, что сейчас я возьму что-нибудь маленькое, небольшое. Возможно, какие-то пробники найду на зиму, на оставшийся период. И уже буду весной добивать, ну не добивать, тут, кстати, много еще осталось. В общем, буду весной использовать именно его. Также из ухода мне попалась относительно недавно очень интересная марка. Называется она Велине. Велине это профессиональная косметика именно для всевозможных салонных процедур. У меня тут несколько продуктов, часть из которых я уже попробовала. И одно из продуктов, которые я попробовала, это было молочко для снятия макияжа с тонизирующими эффектами из 250 мл. Молочко должно снимать бережно и после очистки подразумевается, что не требуется ни тоника, ни воды, ничего. Сразу хотелось бы оговориться, что я в принципе не фанат именно такого формата демакияжа, потому что мне больше всего нравится гидрофильное масло. Но я решила все-таки, была не была, попробую еще раз молочко, возможно, именно это мне понравится. Но мне не совсем нравится именно... Мне нравится, что кожа увлажненная, ухоженная. После этого молочка я могу дальше использовать средства для умывания. То есть вот как раз-таки в тандеме с этим молочком предыдущая пенка, она нормально работает, то есть комфортно мне. Но мне не нравится, что, к сожалению, макияж с глаз очень тяжело смывает это молочко. У меня постоянно проблемы с тушью. Тушь очень плохо смывает данное молочко. А так, в общем-то, очень нравится, как ухаживает за кожей, какое-то дает увлажнение питания во время макияжа. Но, к сожалению, вот минус с макияжем глаз я ему за это простить не лому. Следующий продукт это крем массажный разогревающий. Здесь 100 мл. Выглядит таким образом. Очень приятный вот такого оттенка крем. Насыщенный, очень жирный крем. Я его разношу по проблемным своим участкам. И он действительно разогревает. Он очень деликатно это делает. То есть он именно не такой вот, как белорусские как раз-таки. Там есть линейка для бани, сауны. Вот там просто термоядерный продукт для разогревания тоже, вот для массажа. После него просто вот люди бегают. Пытаются как-то помочь себе. Как-то вот прекратить этот эффект разогревания столько ядерного кожи. Но им ничего не помогает, пока не проходит полтора часа. Здесь очень мягкий этот эффект. То есть мне нравится больше всего намазать, сделать массаж с помощью этого крема. И дальше одеться и лечь спать. Вот идеально засыпается, потому что становится очень тепло, хорошо. Как именно работает с моими проблемными зонами? Я думаю, что рано говорить. По течению месяца, когда буду делать на марку Аптер, я сделаю монобрендовое такое видео с этой маркой. Я расскажу, помог мне этот продукт с моими проблемными зонами, как-то повлиял на кожу или все-таки продукт проходящий такой. Но мне очень нравится, конечно, в плане использования, потому что мне нравятся не разогревающие продукты, но в меру. Это как раз-таки вот тот самый случай, когда и разогревает, но не жгет кожу, и очень комфортно. Следующий продукт, следующий продукт это сахарный скраб. У меня он с виноградом, называется спелый виноград, также 100 миллилитров. Выглядит очень круто, очень няшненько, я бы назвала это так. Действительно сахарный, насыщенный скраб, он очень сухой. Мне нравится, он очень приятно пахнет таким вот сорбетом виноградным, очень легко разносится по коже, хорошо отшелушивает кожу. Классный скраб, мне вот нравится такого типа скраба, потому что он именно не травмирует кожу, он плавно-плавно тает на коже, при этом дает отшелушить, отполировать кожу. Мне нравится. Также у меня здесь крем-маска Женшень для зоны декольте. Я пока не открывала, честно скажу, и это уже попадет в общий обзор по марке, но мне интересно, что же это за крем-маска, потому что читала на сайте именно марки очень много отзывов об этом продукте, очень хвалят его. Поэтому, если вы видели эту марку, если вы пробовали что-то, если вы пробовали в особенности вот этот крем-маску Женшень для зоны декольте, обязательно пишите мне в комментариях. Я вот с удовольствием почитаю, если кто эту марку пробовал, тестировал. Также у меня пришло очень много вот таких вот масочек, сейчас расскажу. Ну, я реально тоже как-то до сих пор не попробовала. А, кстати, пробнички у меня здесь есть. Из масок у меня здесь крем-маска виноградная. У меня крем-маска ананасовая разогревающая. Здесь все падает. Альгинатная маска с хлорофилом, моделирующий термогель для тела, крем для рук и ногтей, крем для ступней, идеальный. И также две такие большие масочки. Альгинатная крем-маска с метоном спирулина, альгинатная маска антиакне с маслом чайного дерева и мексинолом. В общем, альгинатные маски я люблю, тоже попробую с удовольствием. Из декоративной косметики я приобрела себе от Maybelline, наконец-таки, я приобрела себе тушь, скульптурирующую тушь. У меня в оттенке Dark Brown. У всех был уже этот продукт, все блогеры рассказали уже, кому нравится, кому не нравится. Это меня докатилось только сейчас. Здесь вот такой вот шарик, который у меня прям руки чешутся каждое утро, отрезать его. Потому что все сделали так, и я тоже так сделала. Нет, мне просто правда для моих бровей... Я уже молчу про мои натуральные брови. Для моих нарисованных бровей это реально много. Это... я не знаю, какие должны быть брови. Брови должны быть как у Брежнева, вот чтобы этот шарик подходил. Для нормальных среднестатистических бровей. Для темноволосой девушки, вы еще можете аккуратно нарисовать, так вот прям изловчиться и нарисовать, и не задеть ничего вокруг. Для девушки, у которой просто брови ниточки, вы измазюкаете все вокруг. Поэтому, на самом деле, я думаю, что это единственное правильное решение. А так, продукт мне нравится. Он действительно закрепляет волоски, он действительно их как-то делает объемнее, больше. Мне вот самое главное, почему я решила приобрести этот продукт, потому что я тестировала, смотрела у своей подруги, когда мы ездили в отпуск, у нее как раз-таки вот такая тушь была. Мне очень понравилось, как он делает более объемные брови, и смотрится более органично. Вот когда заполняешь бровь, и когда вот эти вот волоски, они остаются более объемные, смотрятся намного, намного более натурально и круто. Очень мне нравится, и также советую. Под нюкс из линейки нюкс линжерии я приобрела помаду жидкую. Сейчас оттенок 02 Embedishment. Такой вот... Ну, мама моя называет мертвецкий. Я когда ей показала, она говорит, господи, зачем тебе это? Так, в принципе, всем нравится, как на мне смотрится этот оттенок. Но он необычный, он такой сиреневый. Я не знаю, честно говоря, согласна с очень многими блогерами, которым не понравилась эта линейка, потому что очень странные оттенки. Я считаю, что там на самом деле единственный адекватный оттенок это вот этот и тот, который я могу куда-то там на вечер попробовать нанести еще что-то. Но он такой, тоже на любителей. То есть, маме моей она не поняла. А так, в целом, по комфортности. Обычная помада смотрится. Мне нравится, как она смотрится. Она бюджетная, она стоила, по-моему, 7 или 8 евро. Что сходит, держится. Она держится, вот тут держится хорошо. Ну, как у нас там во влоге было, я не знаю, выложу это видео до или после своих, там куча влогов из Латвии. Но во влоге мы тестировали, вот ровно до борща держится. Борщ салом не выдержала. А так, в принципе, если вы не будете есть что-нибудь жирное, будет держаться как прибито. И последнее, что я приобрела, это прям покупка века для меня. Я очень хотела этот парфюм. Это новинка относительно Джованши в линейке Далее Дива. Леоник Тарби Парфюм. Мне очень понравился это. Сначала вот версия именно парфюмерная вода классическая. Но на зиму я решила себе приобрести именно последнюю обновленную вот эту версию. Потому что она роскошная. То есть это аромат, в котором я себя чувствую очень так классно. Мне аромат нравится. Он такой очень цветочный, при этом очень такой имеет сладкую нотку. Взрослый. Взрослый, я согласна с тем, что он взрослый, но он элегантный, красивый, взрослый, он окутывает. Мне больше всего нравится, что я с этим парфюмом чувствую себя безумно уверенно. И такое чувство, что я прям в безопасности. Я знаю, что все будет хорошо. Я чувствую себя прекрасно, у меня прекрасное настроение. Я знаю, что я все делаю правильно. Также оно мне ассоциируется со всеми новогодними праздниками. С фейерверками, с шампанским, с брызгами шампанского. Со всем вот этим вот новогодним великолепием мне безумно, безумно он нравится. Прям, я знаю, что я плохо описываю ароматы, но вы, мне кажется, по моим описаниям привыкли и уже должны понимать, что я имею ввиду. Ну, в общем, классный аромат обязательно протестируйте в ближайшем косметическом магазине, или в Баттере, или в Гоши, или в Туале. Я думаю, что он понравится очень многим. Он взрослый, элегантный. Он дает какую-то атмосферу праздник, и при этом с ним очень уютно. И он дает именно такое вот ощущение добра и позитива, если так можно выразиться. И на этой радостной ноте хотелось бы с вами попрощаться. Это все. Это все мои покупки, наконец-таки. Я вам о них рассказала. Если видео о покупках вам нравится, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно пишите мне на канале под видео, под этим, комментарии. Пишите, пробовали ли вы данный парфюм. Если да, то напишите свое мнение о нем. Желательно хорошее. Я очень надеюсь, что он нравится не только мне. Или нет, или я не хотела бы где-то встретить человека с этим парфюмом. В общем, не знаю, пишите комментарии. Также напишите мне про баньку Агафьи, про марку Велине, пробовали вы или нет. И вы знаете, я вас всех люблю, целую. До скорой встречи в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока.